Всем привет! Немножко мы потеряли время, поэтому будем идти в исковременном темпе. Сегодня я хочу вам рассказать тему управления с помощью Amazon AVEX. Давайте познакомимся коротко обо мне. Меня зовут Фук Роман. Сейчас я работаю в компании Logica and Run Group. Работаю в позиции Senior Engineer. С удовольствием принимаю участие в различных метапах, конференциях, выступлениях на комьюнити, Java и User Group. Люблю Java, Kotlin, все, что связано с Spring Boot, Cloud, распределенными системами, микросервисами, security и Internet of Things. В свободное время я увлекаюсь радиоэфиром и проектом Software Defined Radio. Это проект, с помощью которого вы можете буквально программно пощупать эфир, все модуляции, все, что происходит вокруг вас в эфире, посмотреть, срендерить это и прочее. Итак, о чем сегодня будет презентация? Я хочу вас познакомить очень коротко и сжато, потому что основное время с Amazon Alexa, с новым сервисом, который есть у Amazon, как он работает, как в него подключаются скиллы, на каких устройствах он работает, как его можно применять в своей работе. И покажу, как можно интегрироваться с этими скиллами, как можно написать свои собственные скиллы и как можно расширить Alexa, добавляя ваш собственный функционал. Поскольку все хостится в AWS структуре, то мы посмотрим немножко на лямбды, как они подключаются к скиллам Amazon в коллекции и рассмотрим месседжи, которые происходят между Alexa и умным домом. Я покажу более детально, как коллекция общается с умными устройствами, а также покажу, как можно перехватить эти месседжи, создать собственные устройства, либо создать свою собственную программную платформу, которая будет работать с Alexa. Собственно, то, что я сделал, покажу вам за демо. И по порядку, давайте, что такое Alexa. Мне очень понравилось определение с development консоли Amazon, на котором говорится, что Alexa это прежде всего voice service, который предназначен для клауд-платформы и который позволяет интегрироваться с различными сервисами. Amazon предоставил вам своеобразный интерфейс. Этот интерфейс имеет систему распознания голоса, компиляцию текстовых форматов в битрейтовые mp3 файлы, которые могут воспроизводить вас на различных устройствах. Естественно, внутри используется NLP, распознание голоса. И более того, эта система, построенная на искусственном интеллекте, способна самоизучаться. То есть, по мере того, как вы больше общаетесь с Alexa, она начинает лучше понимать вас, она лучше усваивает команды. И это относится не только к вам, а абсолютно к всем пользователям, которые используют Alexa у себя дома, либо в бизнесе. Я сейчас взял с собой Alexa, поэтому я не знаю, насколько это будет удобно по ремоту. Попробуем ее подключить. В идеале это все делать как бы на он-сайт. Давайте попробуем. Alexa, introduce yourself. Сейчас я замютаю, чтобы она не отыкалась, потому что она отыкается на Start Word Alexa, которого сегодня будет очень много. То есть, таким образом, передавая голосовые команды, вы можете активировать это устройство и начать с ним беседу. Давайте посмотрим следующий слайд. Это различные устройства, которые используют в сервисе Amazon Alexa. Это устройства, которые поставляет Amazon. Изначально были устройства Echo, Echo Plus, потом появилась более компактная версия под названием Echo Dot, и позже появились следующие устройства, это Echo Spot и Echo Show, в которых уже были интегрированы возможности видео с произведения, в которых была вставлена видеокамера, и которые могли рендерить изображение. Конечно, между ними есть большие отличия в плане подключения, потому что некоторые устройства могут выступать хабом для интернет-осинкс-устройств. Это означает, что многие устройства вы можете подключить к Alexa, например, к Echo Plus, и начать управлять ими. Но сегодня мы рассмотрим более компактную версию Echo Dot, но все, что мы увидим, абсолютно применимо ко всем этим устройствам. То есть, прежде всего, Alexa была зарендерена в Phone Factory устройство под названием Echo. Как она работает? К Alexa вы можете подключить огромное количество устройств. Например, вы видите сейчас справа, здесь видом и маркер, находится Echo Amazon Fire Stick. Это комплекс, который подключается по HDMI к любому дисплею, и Alexa может голосом управлять этим видеокомплексом. То есть, вы можете воспроизводить видео, открывать браузер, выполнять какие-то эффекты, тайпать месседжи. Все это будет происходить голосом и будет отображаться на HDMI компактебу устройстве. Следующая возможность – это подключение различных умных устройств. Существуют протоколы, которые совместимы с Alexa. Среди них очень популярны – это Vamo Switch, либо Belkin. В частности, есть термостаты, которые управляют полностью домом, которые способны выстоять температуру, повысить, либо понижить влажность, делать какие-то отчеты. Эти термостаты могут подключаться к Alexa, и вы голосом можете сказать, что, например, вы сейчас будете отдыхать, и Alexa, включи, пожалуйста, установить температуру в зону комфортно, либо повыси. Также Alexa устройства могут объединяться в группы. У вас может быть дома несколько таких устройств, либо, например, у ваших друзей тоже могут быть Alexa устройства, и Alexa поможет делать и входящие вызовы между этими устройствами. То есть вы можете сказать, позвони моей подруге, либо моему другу, Alexa соединится с Теходотом вашего друга, либо подруги, и вы можете общаться. Более того, она предназначена для организации, то есть вы можете ввести различные списки покупок, списки туду-листы, которые вы хотите воплотить в жизнь, а также в плане организаторов вы можете выставить будильники, таймеры, либо прочие значения. Это основные фиши после того, как она начала позиционироваться и отправляться на рынке. Но более того, синтез голоса Alexa находится не только в смартфон-девайсах. И вы видите, например, заявление компании BMW, которая, я вот как раз сейчас его покажу вам, Diter May, Senior Vice President Digital Services and Business Models, говорит о том, что начиная с середины 2018 года, Alexa будет интегрирована во всех моделях BMW и Mini. И начиная с середины 2018 года, она будет доступна в абсолютно всех новых выпускаемых автомобилях в Штаты, United Kingdom и Германии. На текущий момент 8,5 автомобилей BMW группы уже подключены онлайн, и они будут просто на то, что апгрейдены для того, чтобы использовать сервис Alexa. Как работает Alexa в автомобиле, давайте посмотрим на следующую презентацию от BMW. Alexa, order a salami pizza. Okay, it will be ready for pickup in 15 minutes. Alexa, open garage door. Okay. Alexa, how did you like our first ride? Да, BMW может снимать хорошие ролики. Какой месседж? Месседж в том, что в абсолютно всех новых моделях Alexa будет подключена в качестве голосового сервиса. Вы можете управлять зоной комфорта, переключать радиостанцию, связаться со своим домом. То есть делать, по сути, все те функции, которые есть в умном доме, плюс это делать на ходу прямо из автомобиля голосом. Но самая главная фишка Alexa заключается именно в скиллах. Скиллы – это набор компонентов, которые вы можете самостоятельно задевалопить, написать, отправить их в девайвент консоль Амазона. Они могут находиться в нескольких стадиях. Первая стадия – это девайвент, предевайвентки, то есть которые не паблишницы, которые доступны только вам и вашему устройству. А после ревью, после паблишинга ваш скилл будет доступен абсолютно всем пользователям Alexa. Они могут засыпать видео. Скиллы бывают четырех видов. Это Flash Brief, Custom, Smartphone и Video. Flash Brief предназначен для того, чтобы собирать скилл, который будет интегрироваться с различными новостными ресурсами, будет их отображать в формате, необходимом для Alexa, и Alexa сможет голосом рассказывать вам эти новости. То есть вы можете создать какой-то ресурс, который будет постоянно отрендеривать релевантные свежие новости, и они будут доступны вам в вашем эко-девайсе, либо в Alexa. В Custom название говорит совершенно само про себя. Вы абсолютно можете вызывать все, что угодно. Делать любые скиллы, которые будут интегрироваться с любой инфраструктурой, управлять клаудом, управлять устройствами, чем угодно. Все зависит от вас. Есть еще так называемые контрольные фразы, которые триггерят устройства. Например, когда вы хотите прослушать новости, которые созданы в формате Flash Brief, и вы должны сказать Alexa, tell me yous. Когда вы добавляете кастомный скилл, то все предложения, которые будут интерпретироваться Alexa, вы способны задать самостоятельно. То есть все словосочетания, которые будут активировать Alexa, как будет идти между вами диалог, вы задаете самостоятельно. Следующая группа скиллов называется SmartCom. Это именно те скиллы, которые предназначены для управления IT-девайсами. Здесь Amazon закрепил за собой определенную семантику. То есть вы должны вызывать функции типа Dim Light, Turn Off, Turn On и либо прочее. И конкретно под них уже подглазил свой скилл. То есть в случае с кастомного скилла вы можете задать абсолютно любую семантику голосовой активации, то здесь вы просто подстраиваетесь под нее. И последний скилл – это видео, которое направлен на те устройства, на которых существует видео, которое мы видели на первом слайде. Здесь вы можете подключить какой-то видеоконтент, который будет в виде стрима отображаться на вашем устройстве. Давайте посмотрим, как создается. Мы рассмотрим сегодня кастомные скиллы и скилл флажбрифт. Есть определенные требования для того, чтобы создать флажбрифтил. Прежде всего флажбрифт должен быть размещен на эндпойнте, который будет работать по SSL, поддерживать HTTPS и доступен публично. Есть определенные ограничения по количеству символов, которые будут рендериться и потом говориться о лекции. Вы можете определить либо текст, который будет потом преобразован в голос, либо задать аудиоконтент в виде mp3 файла, который будет проигрываться на лекции. Ваш ресурс должен быть отформатирован в VTF-8 по формате JSON, либо RSS-ом быть в BDX-омальничка. Но есть еще ограничения по времени. То есть он должен быть доступен 2-4 часа в сутки, постоянно, в среде 7 дней в неделю. Если были какие-то айтемы, которые добавились немного позже, они будут, говорится о лекции раньше. Те айтемы, которые были давно добавлены, она может их замаркировать, как те, которые она уже произнесла, и она больше не будет повторять. Но в каждом таком ресурсе должны быть уникальные айдишники, которые будут отображать ваши месседжеры. Итак, как это работает? Echo Dot обращается, как только вы сказали, что вы хотите услышать Flash Briefing, обращается к Amazon, к Amazon Alexa сервису. Amazon Alexa сервис под вашим аккаунтом имеет подключенный скилл под названием Flash Brief. Этот Flash Brief должен быть замаплен на REST сервис, в котором находятся ваши ресурсы. То есть в случае, если вы используете архитектуру клауда Амазона, здесь вы можете использовать, например, свой EC2 instance, на котором будет развернут ваш сервис, и просто в виде какого-то дополнительного эндпоинта, например, у вас есть новостной сервис, вы еще создаете один раз эндпоинт, который в формате необходима для схемы Alexa, вы будете предоставлять новости. В случае, если у вас будет сервер, архитектура, вы используете ланды, то очень великолепно вложится API Gateway. В API Gateway вы можете создать связочку между скиллом, который будет триггериться, и каким-то эндпоинтом, либо ландой, которая будет вызываться. Ландой будет выполняться, она будет возвращать вам какой-то респонс. Сегодня покажу вам на демо, я буду использовать мокнутый API Gateway, в который я передам значение, который будет постоянно рендериться. И в этом случае скилл обратится к этому API Gateway и заберет данные. Но если ваш ресурс находится за пределами Амазона, то есть в каком-то другом клауде, либо в вашем кастомном дата-центре, вы, имея все те ограничения, которые мы перечислили на прошлом сайте, делаете Racing Point в качестве JSON Compatible с Адекцией, указываете его в скилле, и после этого все начинает работать. То есть таким образом можно будет работать с Flash Brief. Сейчас я покажу вам, как можно написать приложение, которое обращается за Flash Brief картами. Мы сделаем приложение с новостями Java. Самые последние новости будут доступны в Alexi. И как вы видите, например, на Android, либо iOS Device, в вашем аккаунте точно так же все, что говорит Alexi, будет стрессовано в приложении Amazon Alexi. Вот, например, те новости, которые будут вводиться голосом Alexi, они дублируются еще и в этом приложении. То есть наш Flash Brief будет активироваться на пазу Alexi Give Me Latest News. Вот, я как чувствовал, что будут какие-то проблемки с презентацией, возможно, временем, и сделал предварительно записи. Давайте, сейчас я их запущу. Ребята, скажите, вы сейчас видите видео, я запустил на экране? Еще нет. Да-да. Давайте я буду комментировать. Я открываю API Gateway. В API Gateway я уже подготовил ресурсный endpoint, назвал его Java News. Сюда заматлен статический метод Get. Как вы видите, собрана мокнутый реквест, а не вызов лямбды. В качестве интеграции я указываю какой-то статический контент, который будет доступен в формате JSON. То есть я создаю темплейт, и в этом темплейте, в том формате, который ожидает Alexi, я описываю новости. Вот мы видим, у нас есть две новости. Первый JSON-чик и второй JSON-чик, который будет публицироваться. Сейчас мы это засеиваем. Теперь мне нужна URL-ка, по которой можно обратиться к этому endpoint, для того, чтобы зарегистрировать ее в Alexi FlashBreeze ките, чтобы она ее опрашивала. Теперь я буду переходить в Amazon Development Console. Это своеобразный портал для разработчиков, для Alexi, в который вы можете слично зарегистрироваться и девелопить свои скиллы, регистрировать их, либо промоутать, например, для того, чтобы они были опубликованы. Сейчас я перехожу в скиллы Alexi. Как вы видите, их нет. Нажимаю «Создать новый скилл». И необходимо ввести имя скилла. Это уникальное имя, по которому будет активироваться ваша Alexi. Мы назовем его Java News. И вы видите, среди типов, которые появляются, есть четыре типа, о которых мы говорили до этого. Мы сейчас будем работать с FlashBreeze новостями, поэтому я выбираю FlashBreeze киилл. Теперь появляется следующий шаг, на котором необходимо ввести «Error Message». То есть это тот голосовой месседж, который произнесет Alexi в случае, если ваша фишка была недоступна, либо что-то пошло не так. Необходимо ввести какие-то начальные фразы. То есть я ввожу «In Java World». Как только Alexi будет рассказывать новости, она скажет «In Java World» и такие-то новости. Указываем название нашего фида. Говорим, в какой периодичности у нас фид будет обновляться и в каком формате он будет. У нас будет текстовичок, мы не будем использовать сейчас для демо MP3. Маркируем, каким тегом это будет «Headline Use». И теперь нам нужно указать ссылочку на наш RestingPoint. Также можно замаркать сюда иконку, добавить какую-то там 512 на 512 разрешение, для того, чтобы она была доступна в вашем скиле. И скил, когда вы будете выбирать его из маркета, либо в сетапе там с устройством, будет красиво отображаться. Вот сейчас вы видите месседж в том, что некоторые айтемы были продублированы, потому что у меня уже был такой скилл. Alexa опросила этот RestingPoint и видит, что новости повторяются. Но тем не менее она говорит «Окей, я включу этот скилл». Вы видите, создался новый скилл. Его тип Flash Brief, он идет на английском языке. И статус его находится «In The Latin», то есть он не запаблишен. Теперь мне необходимо активировать этот скилл. И для этого необходимо зайти в приложение Alexa на телефоне. Мы заходим в наши скиллы «Your Skills», переходим в «Dev Skills». Это последняя закладка. Вы видите, у меня здесь два скилла. Один из них это Java News. Сейчас я его активирую. После того, как вы заенаблили скиллы этой аппликации, ваше устройство Echo Dot, либо Amazon Service, который подключен, может оперировать этим скиллом. Все кейворды, которые вы указали, будут активны. Все ресурсы, которые вы подключили, будут начинать работать. И сразу же я активирую второй скилл Big Bro, который будет на следующем демо. Это следующий кастом скилл. Отлично. Скиллы теперь активированы, и ими можно начинать пользоваться. Поскольку мы создали Flash Brief, то Flash Brief необходимо зарегистрировать в брифингах. Вы видите, есть такая закладочка по названию Flash Brief. Сюда вы можете накидывать различные новостные ленты. И в определенной последовательности, которые вы укажете, эти ленты будут при запросе новостей рендериться и проговариваться Алексой. Алекса, дай мне новостей. Алекса, дай мне новостей. Алекса, дай мне новостей. Алекса, дай мне новостей. В Java world, Oracle said public updates for Java SE 8 released after January 2019 will not be available for business, commercial, or production news without a commercial license. However, public updates for Java SE 8 will be available for individual, personal use through at least the end of 2020. The Epsilon Garbage Collector, billed as a noob collector, will handle memory allocation without implementing any actual memory reclamation mechanisms. Epsilon's use cases include testing for performance, memory pressure, and the virtual machine interface. It also could be used for short-lived jobs. dot a local variable syntax for lambda parameters should align the syntax of a formal parameter declaration in an implicitly typed expressions dot the java class file format will be extended to support a new constant tool form. That's all from your flash. Ну, то есть, таким образом работает Алекс, она вышла в этот endpoint и начинает уже в виде голосового рендеринга его отображать. Давайте, перед тем, как мы перейдем на кастомный скилл, поговорим про следующую вещь. Это лямбды Амазона. И сравним их, почему именно удобно использовать лямбды, почему именно серверлесс-архитектура. Сравним их с стандартным DC-to-инстансом, поскольку мы делаем сравнение внутри Амазона. И я выделил несколько пунктов, по которым по этим критериям можно пробежаться и сравниться. Первый пункт – это provisioning. То есть, для того, что все вы занимаетесь DC-to-инстансом, вам необходимо выполнять provisioning. Вам необходимо накатывать dependency, которые существуют. Необходимо управлять сервисом. Ну и как минимум, вам нужен sysops, либо devops, который будет все это выполнять в автоматизированном, либо в личном виде. В случае, если вы используете лямбды, то лямбды позиционируются как services-computed service. Вам не нужен никакой environment. Единственное, что вам необходимо, это создать Amazon Resource Name, который будет замаплен на ваш код. И лямбда, по сути, будет интерпретировать serverless environment только в ваш код. По поводу оценок и по поводу стоимости. Amazon предоставляет несколько типов 52-инстансов. Среди них есть on-demand, которые чарджатся по часовой, в зависимости от компьютер-капасти, которую вы выбираете. Как вы знаете, есть разные типы инстансов. Large, T2, X-Large, C2-инстансы. Каждый из них оптимизирован под определенные ресурсы. Память, networking, IO-операции, либо сеть. То есть, такая идет по-часовая плата. Также есть reserve-инстансы. Это в том случае, когда вы заключаете контракт с Amazon и вам сделают определенную скидку на все инстансы, но вы должны заключить контракт на год, на два, а то или на три. И вы гарантированно будете проплачивать за эти инстансы меньшую стоимость, но даже будете проплачивать, когда они не будут работать. Также есть spot-инстансы, которые представляют из себя своеобразный аукцион, в котором вы можете сделать ставку, свой бит, в случае, если ваша ставка сыграла и стоимость сейчас часа вычислений дешевле, чем ваша ставка, то вам будет предоставлен инстанс. Если же нет, то нет. То есть, какая проблема? Проблема в том, что модель идет по часовой тарификации, и в случае, если ваш инстанс простаивает, он просто ранится, на нем не выполняются какие-то джобы, но он ранится в плату. Вы все равно продолжаете за него платить деньги. В случае лямб, лямбды чаржатся за 100 миллисекунд каждого рантайма, а также за количество, сколько раз они будут вызваны. И вы не плачете за время, когда лямбды не экзекьютер есть. Более того, Амазон дает вам порядка 20 миллионов лишних реквестов для экзекьютания лямб, что вполне достаточно. Далее есть различные планы в зависимости от количества вызовов. Также есть проблемы, не проблемы, а следующие категории – это скейлинг. Для того, чтобы создать скейлинг VC2, вам необходимо как минимум назначить DNS, создать лоут-балансеры. Лоут-балансеры бывают абсолютно разных типов. Их необходимо правильно сконфигурить. Создать необходимый шест-колб для того, чтобы они в нужный момент создавали дополнительные инстансы и схлопывали ваши инстансы с определенной задержкой либо в зависимости от логики вашего приложения, для того, чтобы не произошло ситуации, когда вы стопнули еще один инстанс, а лоут увеличился, и вам опять можно стопнуть больше. То есть происходят такие колебания. Ну, как правильно означает автоскейлинг группы, то есть есть определенный набор работы, который вам необходимо выполнить в консоли и правильно сконфигурировать, что гораздо важно. В случае лямб вы абсолютно забываете про это. Все лямбды экзекьютатся в параллеле и эскейлятся, как проверяет Amazon, абсолютно бесконечно. То есть любое количество лямб может быть экзекьютата. Более того, если ваши лямбды растягиваются по времени, вы можете строить определенные чейны, когда лямбда выполняет предварительные вычисления, выкладывает их на какой-то storage, либо передает в качестве контекста следующие лямбды. И тем самым вы детерминируете время вызова, а также освобождаете ресурсы. В плане security TC2instance вам необходимо накапливать почти следить за этим самостоятельно, за операционной системой, которую вы выбирали в качестве базового имиджа, а также выполнять какие-то опсовые вещи, например, отрезать амишки, которые будут актуальны, апдейтить и сделать какой-то storage, где они будут находиться. То есть это своеобразная и скедрить, и автоматизированная, и ручная работа. Ну и за security, по сути, вы отвечаете, либо ваш опс. В случае лямбды, поскольку у вас нет никакой инфраструктуры, хотя на самом деле она есть, но она есть под капотом Cloud, то вы не имеете к ней доступ, поэтому со стороны Cloud Provider гарантируется, что ваша инфраструктура будет полностью проадачена и будет автоматически выровнена по всем почам. В плане взаимодействия вам необходимо для SAP Instance создать различные азии с контроллисты и нетворк-группы, прописать роутинги, сделать марштизации, выбрать гейтвей, сделать это правильно, посмотреть, как у вас сходит трафик между какими регионами, зонами, и это необходимо сконфигурить. В случае с лямбдами все очень просто, есть определенные триггеры, среди них есть API Gateway, которые вы видели, можно подключать к Internet of Things девайсам, Amazon, Skills Kit, Kinesis, S3, то есть любые из этих перечисленных сервисов Амазона могут триггерить execution в лямбде. И последнее сравнение это по рантайму, то есть на S2 Instance вы не ограничены в рантайме, можете засетапить силами своих отцов абсолютно любую интерпретируемую среду в случае с лямбдой есть ограничение на C Sharp, Go, Java, Node.js и Python код, который может вызываться. То есть насколько вы видите, под такие задачи просто идеально ложатся лямбды, тем более, если у вас фришный аккаунт, если вы думаете для себя, либо у вашего кастома, кастома немного количества реквестов идет, то лямбда просто великолепно выполняется. Давайте покажу вам теперь по поводу кастомного скилла, что это такое, как он работает. То есть инициализация начинается точно так же со стороны Alexa, со стороны Echo Dot. Echo Dot по определенным кейвордам обращается по сетевому соединению в Amazon Alexa Skill Kit. Amazon Alexa Skill Kit подключает нужный кит, который был выбран по базовардам. И теперь вы можете подключать два экшена. Первый экшен это работа с CPS ресурсом, и второй экшен это работа с лямбдой. Сейчас на демо я покажу, как работать с лямбдой, как мы заседмитим в нее JavaScript код, и он будет интерпретиваться на LJS. Но в случае, если у вас какой-нибудь другой сервер, либо дейта-центр, вы все равно можете реализовать в своем клауде модель, которая будет снестима с голосом Alexa. Есть так называемые SpeechLets сервлеты, SpeechResponse, SpeechSession и SpeechException. Это полная аналогия спецификации по сервлетам и очень напоминает те же самые экшены. То есть, есть фильтры, есть интерцепторы, есть определенные модели, которые вызываются и хендеры. То есть, реализовав эту спецификацию, подключив в виде либочки к вашему приложению, вы можете ваше захоченное приложение подключить к скилу, который будет регулироваться. В случае, если вы находитесь в амазоне, то гораздо удобнее использовать лямбду и писать лямбду код точно также можно на любом из языков, которые я вам перечислил. Для удобства демо я использую JavaScript, но JS, потому что он достаточно легко ранится, очень быстро интерпретируется. Теперь хочу показать на этом слайде, каким образом Alexa-сервис амазоновский выбирает, какой из скиллов выбрать. У вас очень много скиллов. Каждый скилл занимается каким-то своим собственным контекстом. Например, у нас есть скилл под названием Big Brother и есть скиллы первые, вторые, третьи и какой-то N. Когда вы обращаетесь, да, и каждый из скиллов подключен на определенное лямбда, соединяются они по шареному Amazon Resource Name. Когда вы обращаетесь к коллекции и говорите Alexa, ask Big Brother who is winner. В этом случае Big Brother выступает invocation, то есть сообразным произношением. Invocation мачется на определенное название скилла. То есть, как вы видите, есть invocation Big Brother, поэтому Amazon Alexa Service ищет среди ваших зарегистрированных скиллов тот скилл, который называется Big Brother. После того, как он нашел этот Big Brother скилл, он начинает интерпетировать последовательность вызовов именно в этот скилл. в случае, если скилл не был найден, вы получаете месседж о том, что Alexa сообщает нам о том, что I'm sorry, скилл не найден, либо нет такого скилла, либо я нашла этот скилл, а хочешь, что его ты себе заинсталит. После того, как вы нашли, как Amazon Alexa Service нашел необходимый скилл, который будет интерпретироваться, обрабатывается следующий параметр. Он называется Utrance. Utrance это то намерение, которое вы собираетесь выполнить. Utrance матчится на интенты. Интенты, давайте это скажем, забегая наперед, интенты, это те хендлеры, которые будут выполняться внутри вашего кода. То есть, есть интент под названием Winner, в котором мы будем искать победителя. И есть определенные ключевые фразы, которые, произнося их голосом, будут матчиться на этого Winner, на этот интент. То есть, соотношение между Utrance и интентом в аналогии с базами данными является многие к одному. То есть, множество Utrance могут вызвать один интент. Для чего это сделано? Это сделано для того, чтобы вызывая определенный интент, вызывая определенное намерение со стороны вашего скилла, вы могли использовать большую, какую-то разнообразную лексическую семантику. То есть, для того, чтобы ваш разговор не превращался в какие-то сухие кейворды, стоп-слова и прочее, для того, чтобы, имея определенное ранжирование разными фразами, вы могли вызывать подобные скиллы. То есть, после того, как вы замачивали, как Alexa замачивала, какой интент будет вызван, все дальнейшее управление передается в этот интент. Интент трендерится и интерпретируется в лямбде, либо на вашем стороннем сервисе в случае, если вы обращаетесь по HTTPS, интернет может выполнять абсолютно любые действия. Поскольку вы находитесь в рантайме лямбды, вы можете обращаться в DynamoDB, любой storage, ковырять сервисы, делать какую-то интерпретацию, вытаскивать какие-то значения, все что угодно. И потом вы готовите респонс, этот респонс будет возвращаться назад к вашему плееру. Давайте сейчас я покажу вам кастомный скилл. То есть, в чем состоит скилл? Скилл называется Big Bro, Большой Брат, и в нем регистрируются участники, несколько человек. После этого Алекса может сказать, Алекса, кто сейчас присутствует, сколько человек сейчас у нас находится онлайн. Она перечисляет всех, и мы спрашиваем, кто выиграл. Алекса выбирает рандомно среди всех людей того, кто будет победителем. Сейчас запущу. Итак, мы заходим снова в Development Console для скиллов Амазона. Вводим название нашего скилла. Скилл будет называться Big Bro. Создаем его. Из типа всех скиллов вызываем кастомный. Переходим дальше. И, как вы видите, в левой менюшке находится набор компонентов для того, чтобы засетить, конфигурить этот скилл. Есть инвокейшн, интенты. Причем, видите, есть уже мы только создали скилл, он еще ничего не делает, но есть уже стандартные интенты. Например, Amazon Fallback Intent, Cancel Help либо Stop. То есть, это те интенты, которые уже существуют в вашем скилле. Вы можете спросить Алекса, что делает этот скилл, и он вычитает значение из Help Интента. Вы можете сказать, Алекса, стопни, перестань, она остановит этот request и так далее. Теперь нам нужно собрать наши собственные интенты. Это будут те слова, которые будут активировать нашу Алекса. Вы видите, сейчас я перешел в JSON Editor, он всегда с дефолт не пустой, поэтому я в него вставлю подготовленный JSON, который описывает поведение нашего скилла Big Brother. Вот. И теперь мы сохраняем нашу модельку. Вы видите, что эта информация начинает сохраняться и в списке интентов появились еще два дополнительных под названием Winner и Who. Внизу вы видите список, то есть наш интент называется Winner, на него заматываны следующие Utrance. Это GetWinner, FindWinner, FindWinner, GetWinner. То есть это те слова, те предложения, которые будут активировать нашу Алекса. Вы можете расширить этот список с UI, можете сделать JSON, например, на UI есть поле, куда вы можете ввести еще дополнительное какое-то словосочетание, которое будет активировать этот скилл. The Best Winner вот так вот мы решили добавить и он сохранился здесь. Точно так же мы создали интент под названием Who и он активируется у нас фразами How Many Was, Who Is Present и Who. Теперь нам необходимо подключить наш скилл к лямбде, которая будет его экзекьютать. Вы видите, у скилла сразу же сгенерился свой RN, мы его копируем и переходим в Amazon консоль. В Amazon консоли мы запускаем лямбды и будем создавать лямбда-функцию. Делаем стандартные вещи, вводим название нашей лямбда-функции, выбираем тип environment, в котором она будет рараниваться, сетапим роль, для того, чтобы, если вдруг мы будем обращаться к каким-то ресурсам нашего клауда, переходим к мастеру, к следующему шагу, к визоду создания. Теперь вы видите, что с левой стороны у нас лямбда есть триггеры, это те сервисы, которые в данный момент саппортят Amazon, и они могут активировать вашу лямбду. Мы работаем со скиллскидом, поэтому мы подключаем его. Его необходимо сконфигурить. Для того, чтобы сконфигурить скиллскид, необходимо включить идентификацию по айдишке. Это именно та айдишка скилла, которую мы предварительно создали в девелопном консоли. После этого мы нажимаем на Save, из-за Жени не видно сзади, я нажал кнопочку Save, наша лямбда сохранилась, и она заматывалась на скилл нашего кита Amazon. Мы переходим обратно в Development Console скиллов, и теперь нам необходимо указать лямбду, которая будет обрабатывать этот скилл. Поэтому мы скопировали Amazon Resource Name нашей созданной лямбды, указали ее в консоли, сохраняем наши endpoints, и теперь необходимо после того, как мы собрали манифест, начать сборку нашего скилла, для того, чтобы он был доступен. Для этого мы переходим в Invocation, после сохранения модели говорим, мы теперь хотим построить модель. Билд занимает порядка двух минут, после этого будет экзекьютаться наша лямбда. Но наша лямбда сейчас она дефолтная, как вы видите, это обычная пустышка, которая была в генерии с темплейта, и теперь пока наши, ну сейчас вот просто перешел на закладочку мониторинга, то есть вы точно так же, как и обычные лямбды, можете промониторить вызовы, сколько у вас было эрроров, какие там были законсолиные месседжи, то есть вы можете дебажить их точно так же, как обычные лямбды эти скиллы. Теперь для события winner и для события who is present. Я делал маленький источник, который сейчас зазиповывает весь контент со всеми необходимыми модулями zip-файл, потом обращается с помощью amazon command line и аплоудит его в лямбду, которую я предварительно создал, и в результате таким образом код лямбды разворачивается. То же самое можно делать через UI, через amazon консоль, то есть вы можете собрать зип-ку, либо написать код в онлайн эдиторе. Среди скиллов амазона и заходим в нашу аппликуху. В Alexa аппликации необходимо активировать этот кит, что мы уже делали, просто нужно включить его заенейблить и после этого Alexa будет уже работать с этим скиллом. амазона ask big brother this is big brother skill you can say me, winner or who, what can I help you with who Kent Roman, Alexa are present right now winner Roman what can big brother help you with exit нашего big brother который есть, и что он себе представляет по сути все начнем нестандартно, начнем мы с конца есть определенный билдер с помощью которого мы собираем skill Alex в этот билдер необходимо передать набор обработчиков хендлеров, которые будут передаваться каждый хендлер представляет из себя интерфейс давайте посмотрим например, error handler у каждого хендлера есть два метода can handle, который определяет подходит ли этот хендлер для обработки либо нет и сам метод handle, в котором происходит обработка параметров, которые передаются из Alexi таким образом я регистрирую стандартные интенты, которые вы уже видели это обработка helper, launcher, exit, fullback а также наши интенты, которые мы написали это поиск винера и кто сейчас присутствует что мы делаем? мы делаем, как мы собираем массив из пользователей потом мы с помощью например, getWinnerHandler видите, мы реализуем метод canHandle в этом методе canHandle мы проверяем что тип реклеста является интент реклест и что имя нашего интента это двинер это именно тот маппинг, который мы делали в золотом консоли то есть в случае, если это проверка сработает тогда будет происходить работать с обработчиком в этом обработчике мы выбираем счастливчиков кто победил то есть мы берем рандомный элемент из массива и начинаем с помощью билдеров формировать response builder для Alexi в котором с помощью builder метода speak мы передаем сюда, кстати, можно передавать как mp3 файл, так и можно в текстах мы взял в этом видео можно сделать дополнительный repromп то есть после того, как Alexi проговорила вам этот месседж она спросит вас какую-то контрольную фразу а что я могу еще тебе помочь что еще нужно и в результате сформировать response например, когда мы выбираем хотим перечислить кто сейчас находится точно так же делаем проверку типа нашего реклеста что это интент реклест выбираем тип name который будет who и делаем какую-то свою логику то есть с помощью таких проверочек мы можем пробежаться и собрать различные хендлеры и поскольку это лямббер как я уже говорил вы можете обращаться абсолютно куда угодно хоть в базу, хоть в сторож хоть интерпретировать как угодно давайте проверим я сейчас подключил Alexi через 3G connection вообще она работает О, работает давайте попробуем в качестве в качестве демо выбрать победителя назовите имена кто сейчас приходится находится на онлайн сессии я добавлю вас в этот список я знаю, Женя есть Дженни кто еще есть? Юрий 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 Сергей 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 Роман Роман понял Макс مак и Денис 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 добавил окей еще кто то можно еще добавить да можно еще добавить давайте сняти саша можно еще добавить можно чем бы нет миша окей сейчас мы перед деплоем нашу ламду жалко что мы находимся на сайте что приходится делать через мобильный интернет и спросим алекс алекса ask big brother ok а теперь давайте попробуем разбегаем вина кто победит алекса от big brother winner джейн жена ну ты победитель то выиграл вот для тебя есть подарок Big Brother can't help you with that. What can I help you with? Жен, для себя подарила такая сутболочка от CoachBase. What can Big Brother help you with? Winner. Big Brother can't help you with that. What can I help you with? Стоп. Goodbye. See you in Big Brother again. Alexa, ask Big Brother to winner. Миша. Миша, ты тоже победитель. Big Brother can't help you with that. What can I help you with? Стоп. Goodbye. See you in Big Brother again. Все, я заметаю Алексу, чтобы она не активировалась. Окей. Миша, ты выиграл... Ну, выбирайте, ребята. Есть футболка, но хотя на ней написано мужской размер Excel. Вот. И есть книжка Migration Java. Давайте через Женю спишемся, получите этот приз. Сейчас мы собрали в сути custom skills. Теперь я хочу немножко рассказать о том, как работать и вот эти устройства. Все устройства, например, как на этом слайде, есть термостат, есть какие-то свечи, есть освещение умного дома. Они могут подключаться к вашей лекции. Алекса может их распознать. Вы говорите, «Alexa, find my devices», и после этого эти устройства прописаны в вашем аккаунте, прописаны Алекса, и вы можете ими управлять. То есть, вы можете сказать, установить температуру, либо сделать прохладнее, либо выключить свет в кухне. Вы можете каждому устройству добавить свой собственный алиас, по которому эти устройства будут доступны. И точно так же все продублировано. Вы можете управлять этими устройствами из вашей апки, которая может быть Android, либо iOS устройства. Мне стало интересно, каким образом Alexa общается с этими устройствами, каким образом она может их распознавать, и как происходит вообще этот протокол общения. Я снял специфичный дамп сетевого трафика в сетке, где как раз ранилась Alexa. И в момент, когда мы обращаемся к ней и говорим «Alexa, find my devices», происходят следующие реквесты. Как вы видите, идет протокол по названию SSDP. Это Simple Service Discovery Protocol, в котором отправляется следующий контент. Он работает по протоколу UDP. И если вы знаете, либо сталкивались, работали с сетевым программированием, то эти заголовки, которые появляются, это стандартный UPnP протокол. Как он работает? То есть в этот момент, когда мы говорим «Alexa, find my devices», Alexa посылает в протокол UDP broadcast message, в котором есть header and search. Каждое устройство, которое находится в сети, это могут быть не только умные устройства, а также ваши компьютеры, принтеры, различные там секьюрные штуки. Они все отвечают на этот broadcast message. И в качестве респонса они указывают HTTP ресурс, который в формате XML для дальнейшего работы по SOAP описывает, каким образом можно управлять этим устройством. То есть имея этот файл, вы можете интегрировать все endpoint. После того, как Alexa получила этот файл, она получила ссылочку на этот файл, она обращается за контентом этого файла. И устройство возвращает этот контент. В этом файлике прописано название устройства, какие фишки он может выполнять, включать, выключать, либо делать функции GIMA. После того, как только этот респонс получен, Alexa просила все устройства в вашем умном доме, либо офисе, она делает вам двадцать свой отчет о том, что я нашла там одно либо энное количество устройств. И вы можете ими начинать пользоваться. Как вы пользуетесь устройством? Вы говорите, Alexa, включи meeting room. Meeting room уже прописан в самом девайсе предварительно. Может быть, все что угодно. Обычно эти девайсы конфигурируются предварительно по Wi-Fi. После этого Alexa посылает, точнее Echo Dot, посылает swap message. Этот протокол работает поверх TCP, потому что предварительно был по UDP. Она делает пост-реквест на определенные эндпоинты. Эти эндпоинты были предварительно заматываны в вашем setup.xml файлике. И девайс, получая реквест, идентифицирует его и выполняет определенные экшены. Отключает свет, выключает его, уменьшает температуру, увеличивает ее. И в качестве респонса возвращает статус, говорит, что все прошло, все окей. И после этого Alexa сообщает, что температура изменена, либо свет включен, либо свет выключен. Так работают стандартные устройства, которые есть в тазаже, но по большому счету, поскольку мы инженеры, мы можем симулировать эти устройства. Есть замечательный борт под названием NoteMCU ESP8266. Это микроконтроллер с обвязкой, с Wi-Fi модулем, с USB преобразователем, с различными портами общего назначения, с ШИМом. В общем, не буду перечислять все его возможности, но факт в том, что вы можете писать на плюсах определенный код, который будет интерпретироваться в этом контроллере, и вы можете управлять различными устройствами. То есть можно сделать веб-сервер, который будет эмулировать работу одного из таких девайсов. И поскольку к борду подключены лампочки, можно, например, сказать, что желтая лампа, которая будет включаться, это у нас будет комната, красная это будет кухня, и зеленая это будет холл. Давайте покажу, как работает такой борт. Код пишется обычно в Arduino Studio. Вы выбираете порт, на котором висит USB ваш контроллер, начинаете его прошивать, и сейчас вы видите, что идет процент прошивки. То есть с помощью либо в Emos были созданы свечи, то есть подключены два свеча. Первый это кухня, который заматлен на красный светодиод, второй это комната на желтый, и холл на зеленый. То есть после того, как только мы прошьем наш девайс, вверху вы видите, что можно выбрать разные типы бордов, потому что есть разные объемы памяти, которые можно поставить, есть разная производительность процессора и другие характеристики. После того, как мы прошили наш девайс, он становится доступным в сети. Предварительно можно также прошить креды на Wi-Fi. И теперь через девайс подключен только USB шнурок с питанием, сам девайс работает по Wi-Fi точно так же, как и Alexa. Я обращаюсь к Экодоту. Alexa, turn on kitchen. Okay. Alexa, turn on room. Okay. Alexa, turn off kitchen. Okay. Alexa, turn off room. Okay. То есть вы видите, с помощью голосового набора, Alexa, не обращаясь, не вызывая лямбды, не выполняя никакое триггерение, работает просто-напросто с этим устройством в пределах локальной сети. Очень примечательный этот борд, потому что у него есть обвязка, вы можете подключить Bluetooth устройство, можете подключить на прекрасный порт, можете управлять с помощью него кондиционером, видеосистемой, звуковой системы. Это очень такой гибкий кит, с помощью которого вы можете реализовать все ваши идеи, которых еще нет ни в одном production-ready девайсе. Ну, либо, скажем так, development board, прототипа при продакшен какого-то IT-устройства. Как работает end-to-end, который предлагает Amazon и который, в принципе, реализуется во многих умных домах. Как правило, пишется в красный скид, скид для вашего умного дома, но в этом случае Alexa обращается через интернет в Amazon Alexa Service, идентифицирует нужный скил, поэтому скил вызывает лямбду. Лямбда должна интерпретировать значение, выполнить какое-то действие, и лямбда уже своим веб-клиентом, либо каким-то другим клиентом, который работает по другому протоколу, должна обратиться обратно в вашу зону в вашей сети. Echo Dot и ваш умный дом, в данном случае я нарисовал Raspberry Pi, находится в одной сетке. Расстояние между ними может быть буквально пару метров. Но для того, чтобы на вашем умном доме запустить какое-то концомное приложение, либо включить какую-то нагрузку, выключить нагрузку, вам необходимо делать полный цикл обращения в клауд, интерпретацию скилла, раненые лямбды, и повторно возвращаться. Соответственно, на вашей сетке должна быть как минимум публичная статическая IP-адрес, либо подключен динамический DNS, который будет матчиться. Ну, кроме того, это latency, кроме того, это неудобные, какие-то исходящие, входящие непонятные трафики. Вот. Но на самом деле, у меня появилась такая идея, почему бы не сделать локальные лямбды, которые будут интерпретироваться и раниться на вашем умном доме, и Alexa, когда вы будете говорить какие-то экшены, которые необходимо выполнять, она не будет обращаться к лямбдам Амазона, а будет обращаться к вашему устройству, и это устройство будет экзакютировать ваш код. Я сделал приложение, и тут, в принципе, поскольку это как бы был такой хобби-хомпроект, тут можно было использовать любые технологии. Испытал сначала нажали, подключил Java Spark, это очень удобный веб-сервер, который стартует мгновенно, в отличие от GrabBizardo, от Spring Boot, потому что здесь минимально нужна логика, нужно быстродействие. UI-ка была на React, Automation-тесты были на Kotlin, Storage был на MongoDB, ну и тесты были на Spoke, написаны на Groove. все, все это собиралось Гредлом. Получилась вот такая UI-ка. Давайте покажу, как она работает. Приложение является эмулятором умных вещей, которые существуют. стартварный эмулятор хардварных вещей, и который совместим с протоколом Alexa. смотрите, я запустил джарничек, стартнула UI-ка, и теперь я начинаю набивать устройства, которые я буду эмулировать. То есть, мы вводим название устройства, порт, на котором будет работать устройство, и регистрируем его в системе. я создаю три устройства. После этого можно выполнять Edition, я здесь меняю порт, потому что задублировал его. После того, как устройства созданы, необходимо рестартануть серверную часть, причем не весь сервер, а только те девайсы, потому что каждый девайс должен подняться на своем собственном порте. Это такое ограничение Amazon, которое, к сожалению, существует. Они не совсем корректно парсят XML, суапы, которые приходят со стороны девайсов, и не хотят это исправлять. Пришлось решать что-то по-другому. Как вы видите, сейчас рестартнулись сокеты, и поднялись три дополнительных сокета, каждый из которых обслуживает эмулятор этого виртуального устройства. Теперь можно перейти на вкладочку UPnP, и запустить режим Discovery. Это тот самый режим, с помощью которого Alexa может обращаться. Вы поднимаете из себя Broadcast сервер, который слушает на входящие месседжи по UPnP протоколу, совместимостью UPnP стандартам. И как только происходит реквест любого устройства, в том числе из ECO, вы должны ответить на него определенные нагрузки по той диаграмме, которая показывала. Теперь я говорю, Алексе, начни поиск устройств сети. И она мгновенно отсылает сетевые реквесты. Смотрите, что происходит в логе. АЛЕКСА 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 Говорю, на каких адресах, на каких портах находятся девайсы. И после этого передаю информацию, с помощью которой АЛЕКСА может модифицировать эти устройства. После этого эти устройства, которые виртуально и софтварно эмулируются, доступны в АЛЕКСА и ими можно управлять. Я показываю нагрузку. Да, есть тоглы, которыми можно управлять устройства через UI, либо про мониторить, что происходит. Сейчас я голосом обращаюсь к АЛЕКСА и говорю, АЛЕКСА, включи девайс такой-то. После этого она посылает реквест на зарегистрированное устройство. Сейчас в консоли вы видите обработку. Вот пришел первый реквест посылал. Я говорю, АЛЕКСА, выключи устройство, номер такой-то. АЛЕКСА посылает еще один SWAP-месседж на сервер, но уже на другое устройство. То есть, таким образом, как вы видите на UI, статусы свечей этих устройств поменялись. Таким образом, в принципе, можно и эмулировать эти устройства и сделать локальную лямбу. Есть механизм, который связывает АЛЕКСА с самим устройством, а дальше уже вешать любой эзекюшн. Запуск рантайма, интерпретация кода, делать рест-колы, пост-месседжи, чат, все, как говорится, уже up to you. Окей, ребята, мы уже подошли к концу, я зашарю презентуху, в ней ссылочки на некоторый полезный материал, который есть, который можно почитать по АЛЕКСЕ, по скиллам, которые есть. И давайте, у нас осталось, я очень сильно спешил, потому что мы потеряли время на connection, буквально несколько минуток на ваши вопросы, на мои ответы. Вопрос по поводу других голосовых ассистентов, например, Google Assistant, как он интегрируется с устройствами, есть ли такие фичи, ну, подобные фичи, как у АЛЕКСЕ? Угу, окей. В чем особенность? Особенность в том, что эти устройства пишут свой стэк протокола не конкретно под Google, не конкретно под ECODOT, а под, скажем так, за-дефиненную PNP свой протокол. Есть протоколы VAM, есть протоколы Belkin, которые они обязательно реализовывают. Есть кучи, если любое из устройств вы видите в характеристике как compatible with Belkin Protocol, это означает, что оно будет работать как с Google Assistant, как с Google Home, другими устройствами. То есть, немножко разные платформы, подходы к платформе в плане реализации, но устройства совместимы, они будут работать. Небольшой вопросик. Да, да. Вот, касаемо того домашнего сетапа, когда Alexa работает внутри Wi-Fi сети домашней, да, и напрямую, собственно, команду выполняет. Тут есть какие-то, ну, ограничения, я имею в виду, функционали? Ну, например, там, какой-то IE, ведь это, я так понимаю, раньше Alexa обучалась в клауде, да, а сейчас этого нету всего, получается, и она не обучается, правильно? Или она вот один в один работает точно так же, если бы, как end-to-end, собственно, как на картинке предыдущей было? Или все-таки она отличается немножко? Есть какие-то ограничения, может быть? Окей, окей, я понял. То есть, конкретно по работе с устройством, которое здесь, она не живет оторвано от клада. Для того, чтобы она стартанула, ей нужен connection к Amazon, ей нужен синтез речи. Но, вот в этом флоуе идет непрямое общение между Alexa и устройством. Вот, если посмотреть на предыдущую диаграмму, то есть, все управление девайсом идет в обход клауда. То есть, при включении, при выключении устройства идут только месседжи в пределах вашей сетки. И здесь указываются даже порты и IP-шники только вашей сетки, которые недоступны изне. Но, как бы, в таком виде ее езать полноценно не получится, поэтому, конечно, для каких-то вещей вам все равно нужен флоу, который будет вызывать скиллы, которые вы пишете свои собственные кастомы. Но для того, чтобы фигурить нагрузку, от этого, в принципе, достаточно. То есть, по факту, просто нужно сначала ее, грубо говоря, скилл эти создать, обучить, да, чтобы Олег все понимал, а потом уже можно локально, например, тестить, что-то дебажить, я не знаю. Ну, я понял, я понял. Немножко с другой стороны ответил. То есть, получается синтез, речи, интерпретация, выделение интентов, все это происходит вот здесь, в Amazon Alexa. То есть, если вы ее натренили на каком-то скиле, это не означает, что отключив Connection Cloud, вы сможете работать. Но, вот такие вещи, как turn on, turn off, то есть, они есть уже зашиты в сам эко-дот. И эти триггер-слова могут работать напрямую здесь по локальной сети. Но ваш скилл, во-первых, сам скилл находится в Амазоне, во-вторых, синтезатор Amazon Alexa Service, он тоже находится к нему, однозначно будет Connect. Я понял. Спасибо. Пожалуйста. Хорошо. Тогда на этом все. Спасибо за внимание. Роман. Благодарю тебя, Роман, за презентацию. Я надеюсь, видео получилось. Ты суперстар, потому что мы победили сегодня все, казалось бы, непобедимые штуки. Благодарю Сергея Воронину за подсказки и лайфхаки. Всем хорошего дня. Всем пока. Сергей, огромное спасибо тебе. Спасибо большое за презентацию. Спасибо. Всем пока. Удачи. Было интересно. Спасибо. Спасибо.